С нами на связи Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант в отставке. Приветствуем вас в нашем эфире, Игорь Александрович. Доброе утро. Доброе утро. Мы обязательно сегодня с вами поговорим, и как действительно есть продвижение по обоим трекам, как говорит министр странных дел Украины Дмитрий Кулебов, в отношении как раз Атакамс и в отношении Тауруса. Да, но все-таки хочу у вас, с вашего позволения, небольшое уточнение сейчас, чтобы мы с вами это сделали в прямом эфире. Вот действительно, внимание активное и серьезное уделяла армия Российской Федерации первой линии обороны. Но сейчас, по данным головы Мелитополя Ивана Федорова, российские солдаты взялись не просто активно, а очень в быстром порядке усиливать третью линию обороны в Запорожской области. С точки зрения даже логичной, да, не обязательно быть военным экспертом, понятно для чего это делается, в связи с чем точнее это делается, потому что силы обороны Украины, судя по всему, продвигаются, да, несмотря там кто-то говорит медленно, немедленно, мы сегодня даже уже это не обсуждаем, потому что легко говорить, когда находишься не на фронте. Но важно, что силы обороны Украины продвигаются, и судя по всему, исходя из этой информации о том, что делают сейчас российские оккупанты, судя по всему, наверное, готовятся все-таки отражать силы обороны Украины уже на третьей линии обороны. О чем еще говорит вот эта информация о том, что силы российские оккупанты очень активно производят определенные действия уже, скажем так, в масштабе третьей линии обороны? Противник пытается повысить устойчивость от оставшейся системы обороны, которая на разных направлениях представляет собой от одной до четырех линий обороны. Поскольку первую линию обороны уже пройдена в очень тяжелых боях, и идет дальнейшее продвижение вперед за так называемые участки фронта линии Суровикина, то противник, понимая это с военной точки зрения, пытается укреплять и наращивать усилия оборонительные как второй линии, так и особенно третьей, поскольку она гораздо слабее второй. То есть вторая линия обороны, где размещались их резервы артиллерийские, противотанковые, живая сила противники для того, чтобы поддерживать усилия на первой, поскольку врагом она потеряна первая линия обороны, то они, значит, ведут сейчас боевые действия во второй и наращивают таким образом усилия по третьей, поскольку понимают, что после того, как удастся пробить коридоры в этих линиях обороны, сила вооруженных силы Украины выходит на оперативный простор, и это уже очревато для врага очень серьезными последствиями и, в общем-то, представляет как раз и задачу для силы обороны Украины, то есть пробить такие коридоры, ввести в него свои резервы, то есть пехоту на боевых бронированных машинах, поддержанную танками, и перед этим необходимо, и в этом как раз задача состоит, нанести удары по наземным объектам противника, а это делается дальними ракетами, которые предоставляются Британии, Столмшедл и Франции, Скальп, и также выполнить задачи нашей артерии ствольной системы залпового огня, которые по уничтожению этих объектов противника наземных где-то задействованы на 80%, то есть 80% поражения наземных объектов делает артерия, и чтобы расширять эти возможности, нам надо больше ракет дальнего радиуса действия, причем как наземных Атакамс, так и воздушные платформы, это Таурус, и здесь идет серьезная работа военно-политического руководства для того, чтобы реализовать, в конце концов, поставки такого вида вооружения и обеспечить пробитие как второй, так и третьей линии обороны и выход на оперативный простор. Игорь Александрович, в этом смысле, вот вы упомянули Атакамсы, Таурусы, насколько оперативные успехи на фронте влияют на эти принципиальные решения о поставках дальнобойных ракет Украине? Хороший вопрос. Можно отследить реакцию, например, специалистов военных, американских, ну и европейских, но в первую очередь американских, Атакамс это их вооружение, относительно того, что вот мы медленно, мы вспомним начало действий летом, продвигаемся, больше анализируют ошибки, чем достижения такого рода действий сил обороны Украины. И последние заявления, которые говорят, что в условиях той системы обороны, которые достаточно мощно организовали, построили за 9 месяцев россияне, это то время, когда нам, к сожалению, очень медленно поставлялись вооружения, я хотел бы подчеркнуть, это мы со стороны союзников, и те условия, которые создаются, то есть по их боевым документам, в этих условиях они вообще бы не планировали наступать на операцию, а мы проводим и оборонительные, и наступательные, как видим. В связи с этим, если быть объективным в военном деле, там можно или быть объективным и их характеризовать, или если не быть таковым, значит, способствуют проигрышным ситуациям. Поэтому они пытаются оставаться все-таки военными профессионалами и характеризуют эти позиции как достаточно успешные, вот в этих условиях действия сил обороны. В связи с этим, конечно, это влияет определенным образом на их политическое руководство. Ну и они все ближе к решениям, которые будут способствовать поставкам как Атакамс, так и Таурас, сил обороны Украины. И очень надеемся, особенно с тем, что президент планирует работать в Соединенных Штатах Америки, ну там вряд ли удастся американцам уйти от конкретно не только, значит, озвучения политического вопроса, но и поставок непосредственно. Игорь Александрович, давайте еще обсудим беспилотники. За год Россия выпустила по Украине более двух тысяч ударных беспилотников типа «Шахет». Это в среднем по пять с половиной за день. Первый такой дрон иранского производства Вооруженные силы Украины сбили 13 сентября прошлого года, сообщили в сухопутных войсках Украины. Суммарная стоимость беспилотников составляет по разным оценкам от 40 до 100 миллионов долларов. Это средние пенсии 200-500 тысяч россиян. В последнее время военно-российской федерации увеличили интенсивность нападений и количество беспилотников во время атак. Инфраструктура портов для них в приоритете. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Мы сейчас ее услышим и как раз это все прокомментируем. Армия РФ избрала плотную тактику дроновых атак, чтобы не давать возможности отдохнуть ПВО и населению. Если раньше применяли 25 беспилотников, то накануне ночью было выпущено 38 единиц в сторону Одесской области. В частности, противник запускает дроны вдоль госграниц, а также по акватории Черного моря, где приглушается звук. Он оставляет в приоритете удары по портовой инфраструктуре. Также были поражены стоянки грузового транспорта, который является частью логистической структуры и продовольствия, предназначенное для экспорта в рамках зерновой сделки. Таким образом, россияне пытаются занять место Украины в зерновой инициативе. Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины. В эфире марафона Едині новини. Игорь Александрович, ну вот если учитывать эту статистику, более двух тысяч беспилотников типа «Шахет» и никак они не заканчиваются у них, какая может быть наша ответная стратегия? Ну, во-первых, на мой взгляд, с нашей стороны должна быть позиция не подсчета, когда у них закончится какое-то типа вооружение, такая пассивная, поскольку россияне только усиливают возможности своего военно-промышленного комплекса. И те же «Шахеды» они уже, значит, маркируют как герань и собирают у себя, и пытаются довести до состояния, когда полностью будут без иранцев производить. Пока это им не удаётся, но и имеет место такого рода обстоятельства. И, в принципе, по беспилотным аппаратам они существенно нарастили по сравнению с прошлым годом и выпускают по резным оценкам уже десятки тысяч этих аппаратов. То есть нам необходимо учитывать эти обстоятельства. Повышать свой потенциал с точки зрения борьбы противовоздушной обороны, то есть увеличить средства. И посмотрите, в последних усилиях нашего военно-политического руководства как раз в первую очередь идёт разговор о поставках систем противовоздушной обороны. Причём не только аэродинамические цели, к которым относятся самолёты, вертолёты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты, но также баллистические ракеты, потому что это требует особых зенитно-ракетных комплексов с противоракетными возможностями. Это важно. Кроме того, разрабатывается, ну, во-первых, поставляется от союзников и разрабатывается у нас в Украине уже самими средства подавления беспилотных аппаратов противника. Это очень важно. Причём эти средства должны действовать и разрабатываться применение как с воздуха, так и с земли. То есть изучаются вопросы противостояния беспилотным аппаратам противника, а с другой стороны увеличивается производство и расширяется спектр типов беспилотных аппаратов наших, причём те аппараты, которые могут бороться с противниками, беспилотными аппаратами противника, которые могут с воздуха организовывать радиоэлектронные подавления такого рода аппаратов, увеличивается количество выпускаемой продукции. С нашей стороны финансовое обеспечение в 40 миллиардов правительство организовало, управленческая система, созданная во главе с вице-премьером Фёдоровым. И то есть достаточно мощно развивается вот это направление. Изыскуются возможности, с одной стороны, по защите и уничтожению такого рода аппаратов противника, а с другой стороны, нарящиваются возможности в военно-промышленном комплексе по производству своих, ну и увеличение количества. Но наш путь в первую очередь связан с улучшениями качественных показателей. То есть наши беспилотные аппараты должны уметь работать в условиях применения средств радиоподавления противника. И наши средства должны наносить удары на больших расстояниях. Вот эти короткие характеристики, которые улучшаются за последнее время. И там есть серьёзные перспективы по наращиванию усилий. Дмитрий Александрович, и сейчас, да, можем продолжить список. Вспомните крейсер «Москва», а вот тут добавим сейчас и корабль «Минск», подлодку «Ростов-на-Дону». Ну, это я сейчас не перечисляю, это я к зрителям обращаюсь, не перечисляю названия городов российских или белорусских. Мы сейчас говорим как раз о море. Вот российские военные, вероятно, не смогут отремонтировать подлодку «Ростов-на-Дону» и большой десантный корабль «Минск», поскольку как раз они получили значительные повреждения во время удара по бухте Севастополя. Об этом заявил представитель главного управления разведки Министерства вороны Украины Андрей Юсов. В то же время аналитики «Дефенс-экспресс» отмечают, что поразить субмарину крылатой ракетой удалось впервые в истории. Для Украины это уникальный случай, поскольку она не имеет штатных возможностей для противодействия подводным лодкам, которые являются сверхсложными целями. Единственная возможность уничтожить их есть только тогда, когда они находятся в надводном положении. Субмарины Черноморского флота Российской Федерации базируются в Новороссийске, напомню, в Севастополь заходят за ракетами. Именно на южной площадке Семмар-завода они загружаются калибрами. Тогда их видно из космоса, их могут засечь разведывательные дроны. Именно так удалось поразить субмарину «Ростов-на-Дону», так отмечают эксперты. Да, вы знаете, вчера уже, Игорь Александрович, своеобразные такие мемы появились в отношении этого, как Украина, у которой, да, ну, условно нет флота, да, ну, каким-то образом влияет на те процессы, которые в вопросе флота имеются сейчас у Российской Федерации. Не знаю, неизвестные, скажем так, беспилотники, неизвестным образом уничтоженные на сегодняшний день десантный корабль «Минский» под лодкой «Ростов-на-Дону». По крайней мере, те фотоматериалы, которые можно найти в телеграм-каналах, да и в российских даже пабликах, особенность, если мы говорим о корабле «Минск», то, наверное, он не подлежит восстановлению, судя по всему, по тому, как он сейчас выглядит. Ну, в частности, хотелось бы тоже с вами поговорить. Я понимаю, что еще ресурсы как раз у российского флота достаточно серьезные остаются, но все же, по вашему мнению, что происходит сейчас с российским флотом, если мы говорим о уменьшении численности как раз кораблей, подлодок, крейсеров, о чем это тоже говорит, и можем ли мы утверждать, что это тоже один из элементов все-таки деоккупации полуострова? Да, есть ряд аспектов, которые стоит, на мой взгляд, обговорить в связи с нанесением ударов по этим двум, по кораблю и по подводной лодке. Во-первых, развеется миф неприступности базы, военно-морской базы Севастополя на временно оккупированном Крыму нашим, относительно того, что они создали там системы и воздушной, и противоракетной обороны, и морской, и, значит, на сухопуте. Все это не так, это не первая атака, и успешно действуют наши силы обороны по нанесению ударов по этим, и по самой военно-морской базе, и по кораблям, которые находятся там. То есть, в принципе, еще раз показывается, что вот такой характеристики мощности обороны этой базы, это больше пропагандистский миф, чем отражает суть того, что из себя она представляет. Это, во-первых. Кроме того, непосредственно действительно стоит обратить внимание, что большой десантный корабль, его уничтожение, есть снижение потенциала десантного. Мы вспомним год назад, они, так сказать, серьезно планировали операции относительно того, чтобы провести десантную операцию там в районе Одессы, Бессарабии и вот по побережью нашему в этом районе, потому что были соответствующие средства, которые они собрали из Северного флота, из других мест и сосредоточили в своем Черноморском флоте. Ну, как минимум, три корабля выведены десантных полностью и часть еще повреждены. Таким образом, вероятность и возможность проведения такого рода операции значительно у россиян уменьшилась. Это очень важно и надо иметь в виду. Второе, следующее, скажем, по подводной лодке, ну, уникальность, историческая уникальность уже специалистами военными, мировыми отмечается, когда ракетами, соответственно, было нанесено повреждение, причем, возможно, что не удастся им восстановить эту подводную лодку и это очень важно. А кроме того, я хотел бы обратить внимание, что мы в вашем эфире обговаривали тот подход, что наилучший способ уничтожения воздушных средств нападения противника является не борьба с ними уже в воздухе, когда произошли пуски, а необходимо, и это более эффективный способ уничтожать их носители. Это то, как они пустили ракеты. То есть пусковые установки «Искандер» уничтожать на «Суходоле», значит, ракетные корабли, ракетные катера, подводные лодки, которые запускают калибры, уничтожать там в базах, на переходах, будь где, важно, что до того, как они запускают эти крылатые ракеты, ну и воздушные платформы, то есть стратегические бомбардировщики уничтожать, как это делается тоже. И средств таких у нас становится больше на аэродромах, например, потому что пока еще расстояние, они боятся подходить, значит, к границам Украины или к местам введения наших боевых действий, на расстоянии, когда бы могли действовать комплексы и у нас, к сожалению, очень мало дальнего действия противоракетные, такие как Патриот Пак-3 и Самти, франко-итальянские. То есть здесь мы видим реализацию такого более эффективного варианта нанесения ударов по носителям ракет, ну по носителям средств воздушного нападения. Это очень важный подход, потому что возможности наши увеличиваются, а это значит, что у противника будет меньше сил, которые бы осуществляли нанесение такого рода ударов по нашим объектам. Благодарим вас, Игорь Александрович, за то, что в столь ранний час нашли время и силы включиться к нам в эфир. Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», генерал-лейтенант в отставке. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.